всем привет продолжаем рассматривать работы художников гений кастильоне около 1647 года опубликовано в 1648 кастильоне сделал около 60 афортов все они отличаются живой обработкой и очень личным содержанием на него оказал влияние энтони ван дейк мастерской которого он работал в генуе а позже гравюра и рембранта который был всего на несколько лет старше его и работал в мастердаме кастильоне сделал это гравюру в генуе и в 1647 привез с собой в рим она была опубликована год спустя и посвящена матису ван де мервид лорду клутвика голландскому дворянину и меценату который жил в италии с 1647 по 1650 год надпись на латыни на книге который держит молодой человек в переводе гласит гений джованни бенедита кастильоне из генуи который изобрел и сделал это фигура на гравюре не является автопортретом и слово гений в этом контексте следует понимать древнем смысле направляющий дух сидящий молодой человек на гравюре не автопортрет держа в руках трубу и книгу он олицетворяет славу идентификацию которую усиливает пути держащие трубу и указывающим на лавровый венок кролик и корзина с птицами символизирует плодородие тогда как палитра кисти нотный лист относится к искусству их расположение на земле и смятое состояние нотного листа представляют собой пессимистическую ноту которая свидетельствует отщетности человеческих достижений вот такое описание нашел в интернете к работе которая называется гений кастильоне автор джованни бенедетта кастильоне пока пока до свидания всего хорошего